Предположили, что возникло противоречие, что мы выписали систему, систему из n-правнений, где n-количество решим на исходной концепции, то есть n неизвестно, да, выписали эту систему. Сложили несколько из этих строчек и получили противоречие, что в левую часть 0, в правую часть изменится. Так вот, я сейчас рассматриваю только те точки, которые дали мотиворечие, только те вершины, которые соответствуют взятым правнам. Их не обязательно много, но их система обладает замечательными свойствами. Во-первых, потому что нечетное число, чтобы в правой части было 1. А во-вторых, свойство такое, что любая точка или множество в g должна была исчезнуть в этих сравнении. В частности, она должна в g соответствовать с нечетным числом в g. Понятная идея? Вы покрасите просто обычный квадратик. Смотри, я пишу сюда в эту а. А, все, понятно. Я умею выписывать уравнение. Я пишу сюда в эту b. Я пишу сюда а плюс b плюс 1. Имею право. И в таком случае у меня уже здесь все хорошо. Сумма вот этих, вот это b плюс 1. А надо, чтобы была единица, поэтому здесь будет обязательно b. А плюс сумма. Все вершины должны быть одинаковые. Проще говоря, все четыре покраски. Разве нет? В любом графе. Сумма. Совсем в любом конечном этапе разуме. Сумма степеней всех вершин в два раза больше числа вершин. И поэтому четно. Какой бы вы конечный график взяли, если вы сложите степень вершины, это сколько ребер в ее выходит. Если вы сложите степени всех вершин, то вы обязательно получите утвоенное число ребер. А утвоенное число ребер – это четное число. Почему эта лемма заканчивает наше доказательство? А потому что, если вы кратите нечетное число вершин, а из каждой выходит нечетное число, то сумма всех степеней – это сумма нечетного количества нечетных чисел. То есть нечетное число. А нечетное число не может равняться удвоенному количеству ребер. Как эту лемму доказать? Ну, это известнейшая легчайшая штука. Это надо просто взять ножницы, и каждое ребро перерез пополам. Вот представьте себе, у нас есть какой-нибудь хитреграф. Вот у нас есть график. Здесь степень решения 3, здесь 3, здесь 3, здесь 2, здесь 3, 2, 2. Замечательно. Что я делаю? Я беру и каждое ребро по серединке срезаю. Что произошло? Забыли одну. Ну, одно ребро забыли, сейчас как-то. Отсюда выходит 3 половинки, отсюда 3, отсюда 3, 2, 3, 2, 2. Когда я все это сложу, понятно, что у меня же каждый ребро разделилось пополам. Поэтому будет в 2 раза больше, чем ребро. Не бывает графа, у которого нечетное количество вершин, и при этом степень всех вершин нечетных. А это значит, что противоречия я не получу. Значит, расстрастка всегда есть.